Сегодня мы в гостях у Любови Андреевны Шевцовой. Дачница расскажет нам, как в условиях холодной весны уберечь рассаду от заморозков. Супруги Шевцовы переезжают на дачный участок, едва сойдет снег. Живут здесь до поздней осени. Любовь Андреевна привозит с собой солидный багаж в виде сеянцев, овощной и цветочной рассады. У Шевцовых две теплицы. Инженерное образование и многолетний опыт работы на предприятиях аэрокосмической отрасли используют и на своем огороде. Холодные майские ночи плюс 2-4 градуса тепла заставили хозяина соорудить систему автоматического обогрева. Умная теплица Шевцовых оборудована инфракрасными обогревателями, терморегулятором и тепловыми датчиками. Все отдельно, терморегулятор отдельно, обогреватели отдельно, а дальше он уже все смонтировал. Здесь под землей подведено электричество, вот это самое, и дальше. Это удобно, вот, что на прохладную погоду все время температура держится такую, какую поставил. Тепловые датчики и терморегулятор, который обычно используют для установки теплых полов, здесь реагируют на температуру плюс 15 градусов. Вечером, как только начинается похолодание, обогреватели включаются, а днем, как только температура воздуха прогреется выше 15 градусов, обогрев автоматически отключается. А это редиска у вас? А это редиска. Посажена очень давно, но только-только начали ее употреблять. Ну, рассчитывали это на теплую погоду. А получили очень холодную. А получили очень холодную. Как говорится... Ну, все, с трудом, оно сидит, но слабо наращивается. Ночью какая температура благодаря инфракрасному обогревателю? Ниже 15 градусов не опускается. Все работает в автоматическом режиме. Учитесь! Вторая теплица тоже отапливается, но самым простым способом. Тоже проведен сюда свет, все так же под землей проведен, но пока мы не осиливаем ее еще, все это оборудование повесить такое же, как в той теплице. Здесь нет инфракрасных ламп, поэтому как вы поддерживаете в холодные ночи температуру? Вот вечером включаем обогреватель. Отремонтированный обогреватель для железнодорожных вагонов. И держать температуру тоже здесь ниже 14 градусов не опускается. Не было дня, чтобы мы не зашли в эту теплицу и не включили обогреватель. Ну, во-первых, у меня здесь вот салат сидит. Значит, мы вечером это всегда, значит, приходим за салатом, за укропом, за луком, так что никак его не обойдешь. Обогреватель понадобился, когда в теплице поселились томаты. Кстати, капельный полив тоже смонтирован руками изобретательного дачника. В пластиковых трубах просверлены отверстия полтора миллиметра. Вода в них поступает теплая из накопительного бака. Поэтому, вопреки заморзкам, здесь уже дружно завязались молодые перцы, созрела редиска. Помимо теплиц, вот пользуемся еще временным укрытием. Значит, высаживаем баклажаны. Мне почему-то баклажаны в теплице не понравились. Я что-то с ними не справилась. И я их теперь сажаю на улицу. Но я их высаживаю, накрываю материалом и сверху пленкой. Материал вы используете какой именно толщины? Когда под пленкой я использую и тридцатку. Но вообще больше всего я уважаю 42-й. Самый плотный укрывной материал дачницы используют уже без целлофановой пленки. Как вы считаете, кому наиболее нужна царая защита? Это теплолюбивые баклажаны, перцы, помидоры. На поле сажаем арбузы, дыни. Тоже накрываем материалом, сверху пленкой. Ну, вот они сидят баклажаны. Эх ты! Ох, как тут тепло! Так и хочется туда залезть и погреться. Под временными укрытиями с начала мая благополучно переносят ночные заморские редиска, горький перец, баклажаны. Как только почва прогреется до 12-15 градусов тепла, шевцовы снимут пленку, а после июньских похолоданий весь укрывной материал. Для переросшей рассады высокорослых томатов дачникам пришлось соорудить высокий шалаш из самого плотного укрывного материала. Март-то был жаркий, а у меня солнечная сторона в доме. На лоджии она подросла. В теплицу высадила ее пораньше, и она там как-то притормозила. А эта стояла в доме, потянулась, уже дальше деваться некуда, надо высаживать. Сразу подвязала, и вот так домиком накрыла, ну, шестидесяткой. Уважаемые садоводы и огородники, если у вас есть ценный опыт, которым бы вы могли поделиться со всеми, пишите и звоните нам на телефонный адрес, указанный внизу экрана, и мы обязательно приедем к вам.